Изготавливается эта кукла из ткани, полностью из ткани, без применения иголки. То есть она не шьется. По-другому эта кукла называется мотанка. Женщины с ребенком на руках. Такую тряпичную куклу предложили изготовить на мастер-классе. Творчество помогает мамам особенных детей расслабиться психологически. Многие из них занимаются рукоделием на досуге. В реапилитационном центре в очередной раз провели конкурс на лучшую поделку. Ангелина Паймурдина большую часть дня уделяет детям. Но перед сном обязательно находит время для хобби. Когда вяжешь, ты пытаешься что-то сделать, преодолеть. Когда свой труд видишь, и уже как-то в душе все поднимается. То, что ты сделала, доделала. Поэтому сама себе что-то доказываешь. Что у тебя получил, значит, еще можно дальше идти. Среди поделок вышивки, изделия из ткани и бумаги, вязания и даже выпечка. Победители конкурса отправятся в театр. Там их ждет необычная постановка. Для них это вообще поход к психологу, которую они не могут себе позволить. Театр именно исполняет, выполняет эту обязанность, скажем так, должность. Это очень великое дело. Если женщина может себе позволить прийти на это представление. И Дмитрий Годар, он у нас режиссер, драматург, он говорит, если мы научим женщину, мы научим весь мир. Постановку покажут в начале зимы. А в этот четверг в ГЦК прошел праздничный концерт. Чествовали тех, кого называют не только мамами, но и бабушками. Риф и Мафруза Гайнолины живут вместе уже 50 лет. У них две дочери и одна внучка. Воспитанием детей супруги занимались вместе. Глава семьи лично воспитывал в девочках спортивный дух. А женщина совмещала профессию логопеда и заботливой мамы. Я всю жизнь действительно и с чужими детьми, и со своими детьми. Детям надо очень много внимания, чтобы они выросли хорошими людьми. Только разговорами и словами простыми ничего не добиться. Должен быть хороший пример в семье. Папа должен быть ответственный, мама должна быть благоразумной и заниматься с детьми. На праздничном концерте было девять пар, которые состоят в браке больше полувека. Их отметили почетными грамотами и подарками. Но главной наградой для этих женщин, конечно, служит признание детей и супругов. Она заботливая, вырастила детей, водила по кружкам. Они у нас ходили в музыкальную школу, художественную школу закончили. Почетными гостями стали матери и жены солдат, участвующих в спецоперации на территории Украины, а также тех бойцов, которых уже нет в живых, погибших в локальных войнах. Хочу сказать большое спасибо вам за то, что вы воспитали сыновей настоящими мужчинами, патриотами. Хочу сказать спасибо женам за то, что разделяли с ними радости и горести, за то, что сегодня растите детей, храните семейные ценности, семейные традиции. На примерах ваших сыновей нужно воспитывать молодежь сегодня. Примите в знак внимания от нас подарок в честь доброго праздника. 67 многодетных матерей Нефтекамска удостоены медали «Материнская слава». По словам Эльдара Валидова, это яркий показатель того, что в нашем городе особенно чтят в традиционной семейной ценности. Карина Анисимова, Никита Веприков. Время новостей. Продолжение следует...